Так, ребята, вы все знаете, что скворечники делают очень строго по чертежам, да? Потому что домик должен соответствовать размерам птички, которые в нем поселятся. Как сделать скворечник, ученикам рассказывает руководитель клуба школьного лесничества Любовь Магазова. Уютный дом для пернатых должен быть правильной формы, а вход не более 5 сантиметров. Иначе на скворечник могут позариться вороны или белки. Каждую весну в День птиц Любовь Николаевна вместе с юными лесниками вешает в городском бару скворечники. Ежегодно весной прилетает нам миллионы птиц. И проблема часто в больших мегаполисах этим птицам найти место для жилья, для гнездования. Скворечники вешать нужно каждую весну. Это способствует размножению птиц, а чем их больше, тем лучше для окружающей среды. Становится меньше насекомых, которые могут навредить. Каждую весну в Челябинск прилетают сотни видов птиц. Орнитологи говорят, что наша область – центр миграционного потока, поэтому у нас можно увидеть свиристель, пестрого дрозда, чаек, редких уток и даже лебедей. В марте месяце у нас появляются околоводные водоплавающие птицы. Вот сейчас у нас прилетел черноголовый хохотун – это краснокнижный вид чайки-хохотунья. И прошел массовый прилет кряк, да, других уток, которые у нас будут гнездиться. Многие пернатые любят сидеть на проводах линии электропередач, причем не все они оборудованы птицезащитными устройствами. В Международный день птиц специалистам Управления особо охраняемых природных территорий удалось убедить сетевую компанию оснастить все леб-защитными устройствами. Мы договорились с МРСК, что энергетики будут оснащать не только там, где они считают нужными лэпы, птицезащитными устройствами, но и в первую очередь на особо охраняемых природных территориях и в их окрестностях, чтобы биотехнические мероприятия, которые мы проводим на своих опыте, не были оморчены гибелью птиц. Также для защиты птиц будут проводить противопожарную опашку около лесов, где гнездятся пернатые. Ежегодно в лесных пожарах погибают сотни птиц. Кроме того, в Международный день птиц в Музее Челябинцам рассказали о профессии орнитолога и редких видах пернатых, а также привели мастер-класс по изготовлению гнездовых устройств. Артур Ишпулатов, Леонид Новожилов. Наше утро.